Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Елена Шарова. Я куратор просветительских и инклюзивных программ Музея русского импрессионизма. Я рада, что сегодня у нас есть такая возможность провести прямую трансляцию из нашего музея благодаря нашим партнерам, компании Pike Media Lab и благотворительному фонду соединения. Наши давние друзья, благотворительный фонд соединения, занимаются помощью слепо-глухим людям. Поэтому сегодняшний наш эфир будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык для глухих зрителей. И нам в этом поможет переводчик Виктория Бакунова. Виктория, спасибо, что вы с нами. Я, как тифлокомментатор, буду сопровождать словесными пояснениями визуальный ряд, который будет представлен в эфире. Это поможет незрячим и слабовидящим зрителям посмотреть нашу лекцию. Ну, начну с себя. Я среднего роста, метр семьдесят, стройная, на вид около тридцати лет. У меня светло-русые волосы, постриженные под коре и уложенные в кудри. Глаза темно-карие, прямой нос, высокий лоб, пухлые губы. У меня легкий дневной макияж и квадратные очки в толстой черной оправе. На мне надеты черные широкие штаны с клешем от бедра, брюки и свободный ярко-красный жакет. Под ним полосатая футболка. Собственно говоря, всю нашу трансляцию сегодня будут сопровождать тифлокомментарии. Это словесное пояснение визуальной информации, которая доступна зрячим и недоступна незрячим людям в силу особенностей зрения. Собственно говоря, эта лекция называется «От конфеты до картины. Как устроен музей русского импрессионизма». Вы меня, наверное, сейчас спросите, при чем здесь конфеты и картины, все по порядку. Сейчас вам расскажу историю нашего музея и того места, в котором он находится. На самом деле это удивительно, как в истории все переплетается, как фантик от конфет перекручивается, так и вся история, разные судьбы сплетаются воедино. Собственно говоря, сейчас нам режиссер покажет на экран кадры с экстерьера музея. Это наш музей русского импрессионизма. Выглядит как цилиндрическое четырехэтажное здание с прямоугольной консолью наверху. Стены обшиты панелями из перфорированного металла. По задумке архитектора, автора проекта реконструкции Эйдена Поттера, «В погожий день от стен музея свет отражается, образуя на соседних поверхностях рефлексы, так любимые художниками-импрессионистами». Сейчас кадры уже здания большевика, того, что осталось от фабрики и снова музей. Собственно говоря, я сказала о том, что Эйден, когда придумывал реконструкцию нашего музея, он, естественно, помнил о том, что в этом музее будут выставляться картины русских импрессионистов. И следует пояснить, что такое импрессионизм. Импрессионизм возник, этот термин возник в 1874 году во Франции, после открытия знаменитой выставки фотоателье фотографа Нодара. Сейчас нам тоже на экран выведут черно-белую фотографию. На снимке четырехэтажное здание с французским остеклением окон. Это когда от пола до потолка, по центру крыша покатая, по сторонам плоская, с двумя террасами. На них живые невысокие деревья. И облокотясь на парапеты, стоят люди, дамы в шляпках и нарядных платьях, и мужчины в темных костюмах. На первом и втором этаже здания галантерейные лавки и магазины готового платья. У входа в здание стоят три крытых конных экипажа. Это и есть то самое фотоателье знаменитая фотографа Нодара. Вообще, надо сказать, что Нодар был человеком уникальным, человеком-оркестром, как бы мы сейчас с вами сказали. Потому что он сам изначально был фотографом, что не мешало ему активно осваивать новое для рубежа веков направление как фотография. У него получались настоящие высоко художественные снимки. Его даже прозвали Тицианом фотографии за вот это его умение передать в кадре, в снимке портрет, в портрете фотографическом человека, его личность и всякие подробные детали. Многие художники рубежа веков даже специально заказывали в фотоателье Нодара фотографию модели, а затем по снимку уже писали свои картины. И, собственно говоря, Нодар много времени проводил с художниками на Монмартре, с художниками, которых позже назовут импрессионистами, с Агюстом Ренуаром, с Клодом Мане, с Бертой Моризо. И, будучи другом художников, он предложил им свои услуги. Он предложил им бесплатно арендовать его студию под выставку своих работ. Все дело в том, что художники-импрессионисты отказывались мириться с канонами, которые в тот момент задавала, на протяжении уже многих столетий даже во Франции, задавала местная академия художеств. По определенным догматам должны были написаны быть картины. Чем темнее, чем реалистичнее, чем подробнее, тем лучше. Если сюжет еще на какую-то историческую, трагическую тему, так вообще замечательно. Художники-импрессионисты не желали мириться с тем, что все должно быть одинаково. Им хотелось экспериментировать, и они стали писать картины в такой дробной технике, отдельными мазками. И, собственно говоря, среди их сюжетов не было никакой трагедии, никакой боли. Как сказал о творчестве импрессионистов знаменитый искусствовед Паула Волкова, мне просто очень нравится это определение, импрессионизм — это уникально позитивное искусство, далекое от социальной проблематики, никаких классовых столкновений, есть только море, есть игра облаков, есть прекрасные женщины, есть их роскошные туалеты и есть воздух. По-моему, это очень точное описание того, что пропагандировали импрессионисты в своих работах. Собственно говоря, после отказа попасть в основную экспозицию, в общепризнанный Le Salon, официальную экспозицию Академии изящных искусств Франции, за вот это как раз несоответствие стандартам художники, про которых я уже, имена которых я уже называла, решили организовать свою выставку. Договорились с Нодаром, он им отдал помещение, ровно на месяц, с 15 апреля по 16 мая, около двух сотен работ были выставлены в пространстве галереи Нодара. Среди них была и теперь уже знаменитая картина Клода Мане «Восход солнца», впечатление «Восход солнца». Она сейчас на экране. Это морской порт. Раннее утро, сквозь туманную дымку тумана, на первый план выплывает несколько лодок с веслами, на втором плане корабли с опущенными парусами и мачтами, уходящими в небо дымящие трубы и подъемные краны. В центре композиции круглый солнечный диск ярко-оранжевого цвета. Картина написана раздельными мазками холодных оттенков синего, голубого, серого. В левой части полотна авторская подпись художника Клода Мане. Собственно говоря, вот по этой картине всю группу художников и назвали импрессионистами. Картина называлась «Впечатление. Восход солнца». «Импресс» в переводе с французского – «впечатление». Художник, точнее художный критик, журналист Луи Леруа, который пришел на вернисаж 15 апреля в фотоателье Нодара, был так возмущен этой новой техникой, этими раздельными мазками. Он посчитал, что это все мазня, недостойное внимания зрителей, что это недописанные этюбные работы. Этюб – это такой набросок к большой картине, картина недоделанная. И, собственно говоря, он решил обругать в своей разгромной статье этих молодых художников, которые осмелились посягнуть на искусство и представить свое видение живописи. И в своей статье он написал, что лучше бы повесили на стены куски обоев, чем выставляют вот эту мазню. И, желая досадить Мане и его друзьям, он озаглавил свою статью. У меня подсказка тут просто есть, чтобы вы не думали, что я откуда-то из воздуха беру слова, которые забываю. Он озаглавил статью «Выставка импрессионистов, желая унизить художников». Но им так понравилось это название, потому что оно действительно точно передавало то, что они хотели передать. Они хотели передать свои впечатления от яркого солнца, от моря, от красоты окружающей природы, женщин, детей. И действительно они стали называть себя импрессионисты. И под таким названием они вошли в историю искусства. Собственно говоря, в это же время, когда в Париже разгорались вот эти вот страсти вокруг художников-импрессионистов, здесь, в Москве, разгорались огни в духовых печах, в маленьком подвале на Тверской улице, где сейчас находится уже книжный магазин «Москва». Тогда это был доходный дом, он был невысокий, не такой, как сейчас, там, по-моему, четырехэтажный. И, собственно говоря, в подвале этого дома приезжий из Франции парфюмер Адольф Сио со своей женой и старшими детьми и несколькими ассистентами открыл небольшую кондитерскую. Прямо над подвалом находилась сама кондитерская, куда можно было зайти, купить торт, пирожные, конфеты шоколадные. Но так как у Адольфа Сио была еще одна официальная работа, в этой вот маленькой кондитерской трудилась в основном его жена с помощниками. И с этого и началась как раз история, которая потом приведет нас к нашему музею. Адольф Сио очень долго не решался отойти от службы для того, чтобы заняться только, как мы бы сейчас с вами сказали, своим бизнесом. Но в конечном итоге, спустя многие десятилетия, он ушел в отставку и вплотную занялся развитием своего производства. Он отправил детей учиться за границу, изучать экономику, изучать местные мануфактуры, фабрики. И вернулись взрослые, старшие, у него было шестеро детей, и первые вот эти старшие трое сыновей вернулись из-за границы, обладая знаниями, нужными для развития семейного дела. И тогда Адольф Сио снял в аренду на тогда еще Петербургском шоссе, Санкт-Петербургское шоссе назывался, Ленинградский проспект, на котором сейчас располагается здание нашего музея, территорию, где заказал строительство французскому архитектору здание сверхсовременной фабрики. Фабрика стала удивительным событием в жизни Москвы, как архитектурной, так и социальной, светской, потому что это было первое электрифицированное здание во всем городе. Здесь впервые появилось электронное освещение как внутри, так и снаружи. Как раз у нас сейчас перед глазами черно-белый снимок, он относится к более позднему времени, к 90-м годам XIX века. И в кадре трехэтажное здание с двумя перестройками по бокам, трехэтажный с одной стороны, четырехэтажный с другой. Вместе ансамбль напоминает нам такую форму подковы, но прямоугольная буквы П. Весь фасад заполнен окнами арочной формы, которая обрамляет объемная рельефная кладка из белого кирпича. Собственно говоря, это было чем-то удивительным. Для того времени так не строили, и кладка с использованием красного, белого и желтого кирпича в перемешку вызывала восторг у публики. А уж когда это все вечером подсвечивалось фонарями с улицы, так это вообще на это съезжались со всей Москвой посмотреть. Я читала даже в некоторых источниках, что, мол, люди, которые приезжали в столицу, они даже в Москву, они даже ездили специально полюбоваться этим зданием. Но надо сказать, что это был тогда далеко не центр Москвы, как сейчас. Тогда это была такая глухая уже практически окраина. Дальше уже начинались такие бедные постройки, деревянные здания. И, собственно говоря, там, на территории этой кондитерской фабрики, забыла упомянуть в тифлокомментарии, простите, что на фасаде здания, на самом верху на фотографии можно рассмотреть даже вывеску здания, вывеску фабрики, на которой написано «Адольф Сио и Ко». Собственно говоря, так предложили назвать новую фабрику сыновья Адольфа в честь отца и под Ко, подразумевая себя сыновей. И фабрика была оснащена по последнему слову техники. Какие-то поршневые двигатели, специальные разные цеха. Был отдельный цех для изготовления драже, был отдельный цех для изготовления карамели, отдельный цех для варки шоколада. По стилу зефир тут делали из яблок, варили варенье. Впервые стали изготавливать карамель с начинкой внутри. Внутри были сок ягодный, сок фруктовый, внутри было варенье, которое тут же на территории фабрики варили. Вот сейчас как раз фотография, это дрожжейное отделение, даже название звучит просто, как уже дрожжей на языке. Хотя на фотографии, конечно, все выглядит очень минималистично. Это такой странный цех с круглыми варочными аппаратами, возле которого стоит несколько десятков сотрудников фабрики. Они в белых халатах, специальных, не халатах, белых фартуках, специальные униформы. Они смотрят прямо в кадр. Сам цех такое очень индустриальное пространство, минималистичные стены, на которых нет никаких украшений. Рядом в правой части склад уже готовой продукции. И в торце помещение, такое вот как раз тоже французское остекление, от пола до потолка. Полностью прозрачная стена. И, собственно говоря, Сио очень быстро становится одним из таких главных игроков на кондитерском рынке России. Его конфеты, его дрожжей, его рис доставляются. Рис, кстати, назывался тогда софо. Мягкая такая ириска. Они лучше всего хранились, и проще их было перевозить. Они как дрожжей не бились. И они просто разлетались, разъезжались по всем уголкам нашей необъятной страны. И вот этот вот Адольф Сио и Ко на упаковке товара для людей являлась таким знаком качества. Сио доверяли, Сио любили. И это была очень уважаемая семья и уважаемое дело. Очень долго, на протяжении нескольких десятков лет, Адольф Сио развивал свою фабрику. И что интересно, помимо вот этих цехов кондитерских, были цеха парфюмерные. На самом деле, я об этом узнала буквально во время подготовки к этой лекции. И в очередной раз удивилась, как в истории все переплетается. Дело в том, что мы в Музее русского импрессионизма очень часто используем ароматы и работаем с парфюмерами для того, чтобы создать ароматы, подходящие под выставки, под картины. И удивительно, да, как переплетается история, что на территории бывшей фабрики Сио, где когда-то производили в том числе не только сладкое, но и духи, опять есть внимание к этому интересному и такому важному дополнению нашей жизни, как аромат. Собственно говоря, до революции Сио прекрасно существовали. Они развивали всю эту территорию. Здесь на территории фабрики даже построили специальные жилые дома для своих рабочих. Открыли еще печатный цех, чтобы полностью печатать упаковку для своих товаров. И во время Первой мировой войны они даже занимались снабжением фронта и поддерживали продуктами солдат. Но, как известно, наша история, наша страна, она сложная. И когда начались революционные события начала прошлого века, несмотря на большое уважение и любовь рабочих, к своему руководителю, к его семье, и всяческие признания в том, что действительно спасибо, что вы для нас многое сделали и делаете, рабочие стали поддерживать вот эти вот революционные события, участвовать в стачках. И в 1918 году фабрика была национализирована. А в 1920 указом Ленина ей было присвоено имя «Большевик». Почему именно именным указом Ленина? Потому что рабочие фабрики, тогда еще СИО, помогли Ленину стать депутатом Моссовета, и он вот так отблагодарил им, так запечатлел память об этом событии в названии фабрики «Большевик». Семья СИО уехала за границу. Интересно, что пока мы не знаем, что с ними было дальше, какой-то у нас информации нет, но я надеюсь, что мы ее отыщем в дальнейшем. Известно только то, что оказалось, что кроме фабрики, которая в дальнейшем вошла в их собственность, они ее выкупили, выкупили землю, которую изначально арендовали. У них ничего не было, не было никакой недвижимости в стране. Все дома, в которых они жили, они были тоже арендованы. И, собственно говоря, уехали все, кроме старшего сына, но он тоже позже был выслан из страны большевиками. И на этом, казалось бы, это славная история. Конститерская фабрика должна оборваться. И до первых годов кондитерская фабрика большевик, она находилась в таком некотором запустении, в такой отсталости, по сравнению от тех темпов, в которых развивалась кондитерская фабрика Сио. Но затем, после уже даже Второй мировой войны, после Великой Отечественной, фабрика восстановила производственные мощности. И, я думаю, вы все знаете, печенье юбилейное, которое можно купить в каждом магазине в нашей стране, попить им чай. А это вот как раз дело рук кондитерской фабрики большевик. Сейчас медленно подбираюсь уже опять к истории нашего музея. Я думаю, что мы можем показать кадры того, как сейчас выглядит пространство вокруг музея. Дело в том, что в середине 2010-х, в 2012 году территория кондитерской фабрики подверглась масштабной реконструкции. Производство еще в 2020 году уехало в Подмосковье и продолжает кондитерская фабрика большевик работать. А сейчас как раз на экране кадры того самого исторического фасада кондитерской фабрики Сио, большевика. Это по-прежнему трехэтажное здание с кладкой из красного кирпича и с белыми обрамлениями окон, с французским остеклением. По-прежнему такая же лестница ведет ко входу, только несколько модернизированная и сделанная в таком более современном стиле. Вместо каменных пропетов и перила там стеклянные поручни, металлические поручни и стеклянные сами пропеты. И стеклянный козырек над входом. Но в остальном фабрика не утратила своего исторического облика. Архитектор Эден Поттер, который занимался реконструкцией всех территорий вокруг музея, территории большевика, он очень бережно отнесся к историческому наследию. И вся историческая кладка была бережно очищена и сохранена для потомков. Вообще Эден Поттер и его бюро Макаслом плюс партнерс, они являются такими лидерами среди архитектурных проектов, связанных с консервацией, исторических зданий, их реновации, реконструкции. И так случилось как раз с большевиком. Все исторические фасады были сохранены. И было сделано стеклянное перекрытие, стеклянная крыша, которая соединяет эти старые фасады из красного кирпича с новыми постройками, в которых сейчас расположены офисы, рестораны, кафе. И там на территории как раз этого большевика и возвышается наш музей. Интересно, кстати, отметить, что можно еще раз посмотреть, наверное, на архивные кадры черно-белые и сравнить, что изменений не так уж много. Единственный момент, что после, вместо экипажей, запряженных лошадьми, повозок, развозивших товары, фабрики СИО в разные уголки нашей страны, которые стояли очень часто на дороге перед фабрикой, сейчас, конечно же, сначала в советские годы ездили трамваи, троллейбусы, а теперь электрического транспорта тоже нет. Он убран из центра Москвы. Я имею в виду троллейбусы и вот эти провода от них. Облик города очищен. И, собственно говоря, теперь здесь проезжают мимо нашей кондитерской фабрики только электробусы. Вот желтые автомобили такси сейчас как раз нам показывает режиссер. И, собственно говоря, само наше здание, в котором находится наш музей, вот это серебристое цилиндрическое здание, о котором я говорила, я описывала его в начале, это был склад муки и сахара. Постройка, она уже относится не к началу 20-го, не к концу 19-го века, а к первой половине 20-го это такой конструктивизм уже больше, цилиндрическая форма, этот параллепипед консольный, который закреплен на здании им. Здесь когда-то в нашем здании хранили уже муку для производства на большевике, не для сил. По специальным трубам из соседних зданий поступала под давлением сюда мука. Иногда некоторые романтики утверждают, что они чувствуют в нашем музее запахи конфет, пирожных, но это скорее всего такие какие-то фантомные ощущения, потому что на самом деле, конечно же, у нас сладким здесь уже не пахнет. Но интересно, что в наши залы попали картины одного непримиримого соперника семейства Сио. Помимо Сио было еще несколько таких крупных производителей сладкого в нашей стране, и среди них было знаменитое семейство Абрикосовых. И Алексей Иванович Абрикосов, основатель этой фабрично-торгового товарищества, Алексей Абрикосов и сыновей, сейчас это Бабаевское кондитерское производство, он, конечно же, при жизни едва ли мог попасть на производство Сио, потому что это были два конкурента, два таких игрока, как бы мы сейчас с вами сказали, на поле производства кондитерских изделий. Но теперь на территории фабрики Сио хранится, собственно говоря, картина, несколько картин, несколько полотен внука Алексея Ивановича Абрикосова, замечательного художника Михаила Шемякина. Но не путайтесь с нашим с вами современником, это совсем другой Шемякин, это Шемякин, который жил на рубеже 19-го и 20-го веков. И, собственно говоря, у нас в экспозиции хранится его картина, которая называется «Гиацинты ночью». Это такие луковичные, в центре композиции шесть глийных горшков с луковичными растениями, с шестью отогнутыми лепестками, каждая с цветами, напоминающими колокольчики и собранными в соцветия. По центру композиции цветок ярко-фиолетового цвета, по бокам соцветия белых цветов. И, собственно говоря, стоят цветы под лучами яркого теплого света, который стремится из комнаты на фоне распахнутого окна, за которым темно-синими оттенками голубого, темного, черного художник пишет нам «Московское холодное зимнее небо». Эта картина на самом деле одна из даже мной любимых, вам честно скажу, не только посетителями, но и мной картин в нашей экспозиции, потому что картина уникальная не только по своему кулориту, по этим отдельным мазкам, которыми Михаил Шемякин пишет, очень динамичные стебли растений, которые тянутся пусть к электрическому, но все-таки свету. Картина, имеющая такой небольшой секрет, потому что, когда ты смотришь на картину с гиацинтами, у тебя полное ощущение, что это ранняя весна. На самом деле нет гиацинта в семье Михаила Шемякина, женатого на жене, которая была по происхождению полячкой, и она была католичкой, и по католическим традициям каждое Рождество такое огромное количество гиацинтов в горшках выращивали для того, чтобы поставить их возле рождественской ели. И у Михаила Шемякина есть не одно произведение, где ель соседствует с гиацинтами. Не случайный тоже это выбор цветка, потому что в католической традиции вообще это было распространено до революции. У нас в стране тоже гиацинт был символом воскрешения вечной жизни. И не случайно такой намек на Рождество, что у Иисуса будет в дальнейшем вечная жизнь. Вот такая традиция, такая примета, такой символ католический. И, собственно говоря, сам Михаил Шемякин когда-то, ну, у него огромное количество наследия осталось, мы даже в музее делали его выставку, которая называлась «Михаил Шемякин, совсем другой художник». Вот одна из картин с этой выставки сейчас у нас тоже находится в экспозиции на третьем этаже. Он писал, да, портрет своего деда Алексея Ивановича. Портрет нам сейчас режиссер тоже показывает на экране. Это высокий, статный, седовласый мужчина в возрасте с окладистой, белой, пышной бородой, которая доходит до груди. Он сидит в кожаном кресле и смотрит прямо на зрителя. У него густые черные брови, которые сдвинуты к переносице, прямой нос, плотно сжатые губы, взгляд направлен прямо перед собой. На нем черный сюртук, черная рубашка, черные брюки и туфли с острыми носами. В левой руке он держит трость, правая рука покоится на локте кресла. С этой работой у Михаила Шемякина тоже есть интересная история. Алексей Иванович был человеком деловым, ему нужно было контролировать свое производство, свой бизнес. И, собственно говоря, он заранее спросил внука, сколько часов ему придется позировать. Михаил Шемякин ответил, что 20 и ровно по истечении 20 часов. Алексей Иванович встал и сказал, все, готово, мне пора. Картина была закончена. Тогда Алексей Иванович подошел к зеркалу, измерил свою голову сантиметром, подошел к картине, измерил голову на ней. Параметры сошлись. Тогда он похвалил внука и сказал, что да, действительно, это хороший мастер. Домашние рассказывали, что однажды, пока картина еще стояла и сушилась в кабинете у Алексея Ивановича, туда зашел кто-то из прислуги, чтобы растопить утром печь, и испугался, удивился и сказал, ой, Алексей Иванович, так вы уже встали, я думала, еще спите, хотел кабинет прогреть. Настолько похож был знаменитый дедушка на портрете своего внука. Собственно говоря, такие художники, как Михаил Шемякин, это одна, составляют такой важный интерес нашего музея. Мы стараемся показывать публике тех мастеров, которые по тем или иным причинам забыты зрителям широким и известны скорее среди профессионалов. И, собственно говоря, Михаил Шемякин, это одна из таких замечательных выставок. И еще одна миссия нашего музея это доступность. Все пространства в нашем музее, они созданы архитектором таким образом, чтобы доступ к ним был у всех категорий посетителей. Например, у нас есть замечательный лифт, благодаря которому можно перемещаться между этажами нашей экспозиции. У нас нет, точнее, порогов на входе в здание. У нас стеклянные двери, они сейчас в кадре. И у них нет, видно сейчас на экране, что нет порогов, и люди на инвалидных колясках или мамы с детьми, или в принципе люди, у которых есть особенности перемещения, они могут беспрепятственно заходить в музей и перемещаться между этажами экспозиции. Также экспозиции, ряд картин сопровождается тактильными макетами. Например, работа Константина Коровина, нашего знаменитого русского художника-импрессиониста, которое называется «В парке» и представляет собой такую тропу, усыпанную опавшими листьями, по обе стороны обрамленную желтыми деревьями осенними, на которой тропу, по которой идет в сторону зрителя девушка в длинной белой юбке, в красном таком картузе приталенном, в красной шляпке, сложив руки на груди. У нее не прописано лицо, картина написана в импрессионистичной технике, отдельными мазками. И, собственно говоря, к этой картине, как одной из наших важнейших картин, художника Константина Коровина есть тактильный экспонат. Но он не единственный, есть, естественно, тактильный экспонат и другим работам, поэтому всегда можно заказать экскурсию с тифлокомментарием и прийти, познакомиться тактильно с работами русских художников рубежа веков. Наш художник, наш музей, это один из приоритетов его работы, доступности и работы с самыми разными посетителями. У нас музей устроен таким образом, что не только в основной экспозиции на втором этаже представлены картины с тактильными экспонатами, но также на минус первом этаже, где проходят временные выставки, всегда можно найти несколько тактильных экспонатов, доступных для осмотра. Сейчас на минус первом этаже у нас открыта выставка, которая называется «Охотники за искусством» и посвящена коллекционерам середины 20 века, 60-70-х годов, которые, несмотря на отсутствие арт-рынка, несмотря на отсутствие возможности свободно и беспрепятственно покупать и продавать произведения искусства, занимались этой работой. И благодаря им большое количество картин русских художников рубежа веков 19-го, 20-го, как таких импрессионистов, как Константин Коровин, так и наших знаменитых авангардистов, как Казимир Малевич, Михаил Орионов, Наталья Гончарова и многих-многих других, они сейчас сохранены, и у нас есть возможность их увидеть. Собственно говоря, сейчас в кадре на экране как раз стены этой экспозиции, они выкрашены тракотовой, бежевой, зеленой краской, и экспозиция, и экспозиция разделена на зоны, в каждой из которых история одного из коллекционеров и картины, которые он собирал. Также там есть тактильные макеты сразу к нескольким картинам, например, к картине Лентулова или к картине Нико Перасмани, которая сейчас в кадре, которая называется «Погонщик верблюда», «Погонщик с верблюдом», и это потрясающая наивная вещь, стоит такой очень в наивном стиле написанный «Погонщик» и придерживает за узды верблюда, и картина выполнена в такой примитивистской наивной технике. Режиссер нам по-прежнему показывает кадры выставки, на которых стены музея, на которых развешаны в ряд картины из коллекций коллекционеров прошлого века. И, собственно говоря, наш музей продолжает сохранять эту причем и подсознательно или даже сознательно сохранять эту связь с историей города, с историей архитектуры, с историей пространства, в котором он находится. И удивительно наблюдать, как приплетаются все эти истории воедино. Что картины внука Абрикосова, непримиримого соперника Сио, сейчас выставляются в этом пространстве. Что художники, которым были вынуждены уехать из страны из-за преследования властей после революции в 18-19-м году, в 17-м году, они сейчас возвращаются к публике, и мы рассказываем их истории. И очень часто мы проводим выставки, в которых мы рассказываем истории именно художников через те картины, которые здесь представлены. Собственно говоря, наш музей устроен таким образом, что на сайте всегда есть информация о наших инклюзивных проектах. Вы всегда можете записаться на экскурсию или изучить самостоятельно благодаря тактильным макетам, бесплатным аудиогидам с тифлокомментариями пространства музея или же проследить историю наших работ наших художников по видео-лекциям, которые представлены на нашем YouTube-канале и в социальных сетях. Собственно говоря, наверное, это все, что сегодня я хотела вам рассказать. Если у вас будут какие-то вопросы, можете оставлять их в комментариях. После эфира мы постараемся на них ответить письменно, оставить вам исчерпывающую информацию о том, что вас заинтересовало. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз я благодарю фонд соединения за возможность рассказать об истории нашего музея и сопроводить это переводом на русский жестовый язык и тифлокомментариями. И, собственно говоря, переводчик нашего тоже хочется отдельно поблагодарить еще раз Викторию Бакунову, которая сегодня помогала нам и привлечь к нам наших глухих зрителей. Спасибо большое и всего доброго. Спасибо. Спасибо.